Диктаторы не ходят на каникулы, в отличие от платы представителей Конгресса США. Если речь пойдет об альтернативе американской помощи, это означает, что Штаты не являются стратегическим партнером Украины, а такой вариант мы даже не рассматриваем. Об этом говорит президент Украины Владимир Зиренский. Он говорит это на совместной конференции с вице-президентом Соединенных Штатов Камалой Гаррис в Мюнхене в рамках конференции по безопасности 60-й. Говорит, мы очень рассчитываем на положительное решение Конгресса. В свою очередь Камалой Гаррис говорит, что у нас есть только план А у Соединенных Штатов Америки, плана Б нет, план 1 мы дадим Украине, обеспечим то, что необходимо. Я убеждена, что пакет дополнительной помощи будет проголосован. Уверена, что есть консенсус двух партий. В свою очередь генсекната Йенс Толтемер говорит, ай-яй-яй Соединенные Штаты Америки, теперь настало ваше время выполнить обещанное. Юрий, время настало, мы понимаем, карты плана А сыграют против Путина или нужен какой-то дополнительный туз все-таки в колоде? И при каких условиях сейчас Джонсон перестанет быть злобным джокером Трампа, чтобы дать возможность выйти из вашингтонского тупика помощи для Киева? Да, ну я теперь Джонсона просто называю затычкой у Трампа в одном месте, потому что он просто не дает тому, что должно произойти, произойти. Да, вы абсолютно правы, он послал свою палату представителей на двухнедельные каникулы, когда они вернутся, у них буквально будет три дня перед тем, как проголосовать за то, чтобы государство не закрылось. То есть они тогда скажут, ну какая Украина, какая помощь, сейчас не до этого. И попробуют еще как бы протащить, ну не то, что протащить, а оттянуть момент, когда все больше и больше будет от них ожидаться, что они проголосуют. В каком-то смысле Майк Джонсон, спикер Джонсон, несет неподъемный груз, потому что он не в состоянии, я думаю, продержать вот это давление, которое сейчас будет только усиливаться и от президента, и от демократической фракции, и от избирателей, потому что то, что мы видим происходит из Украины, только можно не то, что превысить, а к этому добавляется еще убийство Навального, и к этому еще добавляется то, что говорит Дональд Трамп. Когда все это вместе собирается, то у американских избирателей собирается очень четкая картинка того, с кем мы имеем дело, насколько важно помогать Украине, и насколько республиканская фракция стоит на пути этого решения, и даже не вся республиканская фракция, а просто там человек 100 теперь считаются у нас мага-трампистами, и вот они через своего спикера контролируют. Так что давление для них будет только расти. Они привыкли, что в год выборов никто как бы не думает о том, чтобы провести законы, но проблемы-то есть, они же их отказывались решать в предыдущий год практически, поэтому давление будет на Конгрессе что-то сделать. И что-то это проголосовать за помощь Украине. Президент сделал просто невероятные пару таких выступлений, я бы сказал исторических. Одна просто, ну, он сказал, что нужно проголосовать, что история следит за нами, что история наблюдает, что мы не будем преклоняться ни перед кем, и уж точно ни перед Владимиром Путиным. Ну, правильные слова сказал президент, когда все это произошло, и история это помнит. И избиратели это припомнят, когда дело дойдет до выборов. Но до тех пор, я вижу, вот была статья, например, о том, что есть какие-то снаряды, которые можно срочно передать Украине. И почему их Байден не передает? Ну, конечно, мы понимаем, что Байден ждал этого момента, чтобы, наконец, предать Украину и бросить ее. Нет, 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 нет. Мы даже знаем, что президент не может бросить свою овчарку, которая уже покусала 35 там секретных агентов службы охраны. Он не может отказаться. То есть он не будет отказаться, он от сына своего не может отказаться. Мы знаем, что с сыном у него происходит. Он держится, вот он такой лояльный человек. В отличие от Трампа, который, значит, мы знаем, у него лояльность. Это, как говорят с Трампом, дорога в одну сторону. Вы можете быть лояльны к нему, но он к вам лояльным не будет. А Байден держится за Украину и держится за свои коммитменты. Поэтому он будет искать способы. И если он не передает какое-то конкретное оружие, это означает, что он не может это сделать по каким-то причинам, которые мы до конца не знаем. Так тоже бывает. Например, у нас сейчас конгрессмен только что устроил утечку информации. Республиканский конгрессмен, глава комитета по разведке. Почему? Говорят, что, возможно, он просто хотел донести до людей, что вот такая угроза, что нужно что-то делать, потому что россияне вообще уже могут в состоянии вывести ядерное оружие в космос и стрелять, возможно, и атаковать спутники. Хотя, конечно, эта информация оказалась там завышенной. Возможно, у России, как сказал президент Байден, у России теперь, видимо, есть только возможность, чтобы у них была ракета, которая может вывести на орбиту такое оружие, которого у них еще вроде бы нет. Но вот как бы все это мы знаем, мы за этим следим. И то, что сделал конгрессмен, вот попытаясь вот таким образом повлиять на ситуацию, это, знаете, незаконно, нелегально, и теперь за это будут последствия. Другой республиканский конгрессмен потребовал, чтобы было сейчас расследование этого председателя по разведке, потому что так нельзя. Поэтому и когда Байдену говорят, у вас уже есть вся власть, Трамп бы на вашем месте уже столько бы наделал. Да, Трамп столько наделал executive orders, с которой приказы президента, которые потом рассматривались судом, и были часто признаны нелегальными. Но просто да, наверное, я уверен, что если бы на месте Байдена был Трамп, он бы нарушил много законов уже, и мы знаем, это он делает практически ежедневно, как только рот открывает. Но Байден помогает Украине настолько, насколько это возможно, учитывая то, что сейчас у него, ну, он не контролирует кошелек. И вот это неконтролирование кошелька, сейчас мы будем наблюдать, как будут искать, продолжать уже искать оружие от союзников, которые передать Украине. Будут сейчас, идут все больше разговоров по поводу этих замороженных, размороженных денег. Есть петиции, которые я призываю всех подписать, по поводу, называется РИПО, потому что это, значит, экономические возможности для Украины. и забрать. РИПО – это обычно слово «repossession», когда вы купили что-то, не платили за это, у вас-то забирают. И вот это РИПО, значит, продвигается через Конгресс и Сенат, чтобы забрать у России эти деньги. И, в принципе, мы будем наблюдать дипломатическое, экономическое усиление санкций. Я уверен, что как последствия убийства Навального будут приняты санкции дополнительные против России, и это еще давление будет усилено. Но это не то, что могло бы быть, если бы Конгресс, Палата представителей могли просто проголосовать за то, что уже принял Сенат. И так важно, когда Байден сделал заявление по поводу смерти Навального, что он все это привел к тому, что Палате представителей нужно срочно проголосовать за помощь Украине. Но при этом все-таки Байден, комментируя убийство Путина и Навального, припоминали и мы вчера, и ему припоминают то его обещание 2021 года, когда еще хоть кто-то из цивилизованного мира разговаривал с Путиным, и он сказал, что последствия для России будут катастрофические. Байден вчера говорит, что время поменялось, и уже просто чертова дюжина была различных санкций всего остального против Российской Федерации. За это время чуть ли не все механизмы были уже использованы и против Путина применены. Многие эксперты говорят, что как будто бы уже, да, и так горшочек полный, что ему еще варить, но тем не менее Байден говорит, что мы рассматриваем разные планы. А какову цену может реально заплатить Путин за то, что он в очередной раз сделал и показал миру, что, ну, я не знаю, если кто-то еще скажет, что с ним можно разговаривать или садиться за какой-то стол переговоров. Я уже молчу о десятках тысяч людей, которые он убивает в Украине, каждый день мирного населения, наших военных, и вот еще плюс один своего же. Ну, из своих он отправляет тоже 400 тысяч плюс уже российских оккупантов в нашей земле. Он же ничьи жизни не считает. Вот как, какие здесь механизмы могут быть не только лишь словесных реляций касательно осуждения Путина, а и действия против его кровавого режима? Что это может запустить? Как вы полагаете? Надо признать, что у Путина сейчас очень серьезный союзник в лице Дональда Трампа, который контролирует республиканскую партию. Они в состоянии сейчас заблокировать много хороших намерений, и частично, и они в состоянии, у них как бы это своя экосфера, когда они получают информацию трамписты внутри этого бабла, у них есть свой журналист, который может поехать и встретиться с Путиным и донести до Путина мысль, что, в принципе, жизнь продолжается. Смотрите, вот приехал достаточно известный американский журналист, вроде бы журналист, хотя он сам себя журналистом не называл, он себя в суде назвал пропагандистом, но, тем не менее, приехал, поговорил с ним. Жизнь хороша, жизнь идет, Навального даже можно убить, потому что, ну, просто как подарочек, вы знаете, и такой тортик под названием «Тайкер Карлсон», а сверху бантик под названием «Нед Навального». Это опасно, поэтому, когда люди говорят, понимают ли американцы, понимают ли американские политики, что происходит и какая угроза исходит от России, о-е, понимают, понимают. И понимают, что республиканская партия сейчас тормозит любые попытки. Но, тем не менее, мы знаем, что будут, значит, будут коалиции, будет помощь союзникам, будут использованы все каналы, которые есть для того, чтобы повысить цену для Путина. Но, действительно, за последние три года, если бы взамен на убийство Навального мы вдруг оказались здесь, вот сейчас, со всей помощью, которую Украина получила до сего момента, внезапно пропустив последние три года, это было бы так ничего, это ничего себе. Десятки миллиардов долларов военной помощи. Но это же был путь, который мы все прошли, и поэтому, да, за это время уже были введены те санкции, которые в 21-м году были бы названы, наверное, там, я не знаю, апокалиптическими. Но Россия, знаете, совсем другая страна. Это печально, потому что Навального отравили в одной стране, он вернулся потом в другую страну, а убили его уже в третьей стране. Потому что ситуация так быстро меняется. Поэтому сейчас просто нужно развить, ну, в конце концов, когда дело доходит до выборов, все прекрасно, республиканцы проигрывают раз за разом, нужно нам просто явиться, и все будет хорошо. Но до выборов еще месяцы Дональд Трамп пугает союзников и производит саботаж НАТО сейчас просто изнутри. Потому что когда кандидат в президенты заявляет о том, что он может, если он станет президентом, то либо вы мне платите, сколько я вам говорю, либо вы будете, Путин может делать с вами whatever the hell he wants. Это рэкет. Мы знаем, кстати, что Дональд Трамп сам никогда не платит за свои биллы и ненавидит платить по биллам, поэтому понятно, что у него такая проекция. Но других, ах, ты не платишь по биллам? Вон отсюда. Все это услышали, все это понимают и пытаются по этому поводу что-то сделать. Но сказать, какие сейчас будут издержки, я уверен, будет какой-то акт, закон Навального, и по этому закону будут приняты какие-то новые части, закону будут новые санкции, как было с Магнитским. Но сказать, что сейчас, потому что мы сказали катастрофически, и значит, москвичам надо приготовиться к 20-тонной ядерной бомбе, я думаю, мы еще не на том уровне. А жаль. А жаль. Смерть Навального может повлиять на дискуссии во время предвыборной кампании в США. Так считает профессор Колумбийского университета, специалист по советским странам Тимоти Фрай. Он, по его мнению, говорит, что станет серьезным препятствием смерть Навального для попыток команды Трампа нормализовать как будто бы Россию и отношения с ней, потому что Трамп теперь, мол, по мнению Фрая, будет сложнее убить американское общество и вашингтонские элиты в необходимости более мягкой позиции по отношению к Кремлю. Но если мы продолжаем думать, что Трамп союзник Путина, то какие же он будет слова и мотивы использовать, чтобы показать, что все еще действительно нормально? Ну, Трамп прославляет Путина насколько может. Он говорит про то, какой он крутой, умный, замечательный. Тут просто я как-то сам себе улыбаюсь от того несовпадения, которое происходит между, скажем, американцами, которые говорят про Украину или про Россию, про разных лидеров. И что по поводу этих лидеров или людей думают украинцы? Потому что американцы могут сказать, ну, я не знаю, Навальный, он хотел остановить войну, он хотел бороться с коррупцией в России, он был за закон и порядок в России, его арестовали, он погиб мученишкой смертью. А украинцы скажут, да какой он там, не бутерброд Навальный, хрен с ним. Главное, его жизнь не стоит жизни бойцов в ССУ, ВСУ и так далее. Мы все это знаем, эту речь. И просто когда американец это слышит, ну, как бы так, вы не цените того, что Навальный хотел вам как-то помочь? Нет, он был ужасен, он был простой, это имперский, шовинист, и все. Американцы как-то так не понимают вот такого несовпадения. Ну, нечто похожее, наверное, происходит с президентом Зеленским, которого многого украинцы не любят, не ценят, не уважают, а которого на Западе считают невероятным просто выражением храбрости, олицетворением храбрости, и которым, как понимают, украинцы, конечно, гордятся таким президентом. То есть не обязательно происходит совпадение между то, что слышно снаружи и то, что происходит внутри. Это мой просто делюсь личным опытом. Но Соединенные Штаты, конечно, видят угрозу Путина и понимают, что Навальный это, как знаете, был такой Хашоги, Джамал, не помню, Хашоги, журналист из Саудовской Аравии, которого заманили в Саудовское посольство и расчинили, уничтожили. И после этого у Саудовской Аравии были большие проблемы несколько лет. Юрий, Политико пишет, что Запад должен стать жестче к Путину. Об этом свидетельствует смерть Навального. И что западные лидеры должны больше никогда не подпитывать веру Путина в то, чтобы быть криминальным авторитетом. Головорез, да, как говорит уже президент Украины Владимир Зеленский о нем. И Запад должен прекратить потакать этой шараги, объявить выборы, вот эти так называемые, этот фарсовый процесс. И их результат нелегитимный. Мы с вами уже говорили о такой возможности неоднократно. Потому что в прошлый раз, когда состоялись так называемые президентские выборы в России, реакции Запада были слабостью умиротворения. Трамп поздравлял, да, если я не ошибаюсь, кстати говоря, Путина тогда с победой. Вот, насколько реалистичен сценарий, что после Авдеевки, после смерти Навального все-таки Запад пойдет на такой шаг и не будет признавать Путина легитимным. Ну разве там Ким Чен Инг, который совсем не Запад, Пухляш позвонит поздравить, там Иран, кто еще. И можем ли мы говорить, что все-таки точка невозврата для Путина, как внешне, так и внутренне, пройдена после этой смерти или еще нет? Сейчас Путин работает просто точкой возврата-невозврата. Он в кругах ада. Он спускается вниз на следующий уровень. Нельзя сказать, что он там вышел из воды сухим. Нет, он внутри этого ада, и он там будет находиться пожизненно, и уж после смерти точно. Но статья, которая сейчас из «Политика», написана Михаилом Ходорковским. Поэтому это важно как бы учитывать, что это человек, который призывает не в первый раз, и не первый год, и уже давно, и по очень хорошим основаниям, чтобы Запад стал жестче по поводу Владимира Путина и не давал ему делать то, что Владимир Путин, видимо, считает его правом. Он же царь и всея Руси. Поэтому, конечно, надо понимать, для кого это пишется. Потому что если это рассказывать россиянам, или рассказывать украинцам, или рассказывать по-русски или по-английски, это разные вещи. И по-английски те, кто практически подавляющее большинство демократов, ну и так это знают. Они понимают, что Владимир Путин – это убийца. Они не противились, когда президент Байден его так и писал. Это есть какая-то часть республиканской партии, особенно те, которые поддерживают Ники Хейли, так называемые рейгановские республиканцы, для которых, да, такая статья, возможно, как бы напоминание. Смотрите, ребята, мы же республиканцы, мы же были против России. А теперь мы как бы подлизываем, как была картинка главная в «Экономисте», когда Дональд Трамп на блюдечке приносит, на тарелочке с голубой каемочкой, приносит стейк, в который воткнут флаг Украины и НАТО и представляет это в ресторане русскому медведю. Это понятно, это видно. Но республиканцы, которые верят в Трампа, не могут это признать. И я боюсь, что статья Михаила Ходорковского не изменит их мнение по этому поводу, даже написано переведенное и так далее. С другой стороны, кому это еще может быть демократическим странам в Европе? Они-то уж точно хорошо понимают, какую угрозу представляет Путин. А если это для, скажем, Виктора Орбана, так до него не достучишься. Те, кто поддерживают Путина, как было правильно очень отмечено, кажется Джоном Болтоном, что у России есть страны-клиенты, а у нас есть страны-союзники. Поэтому такая страна для союзников и так понятно, а клиентов не переубедишь. Будем, конечно, надеяться, что будет как-то просыпаться побыстрее наше западное сообщество. Юрий, а вы увидели в Мюнхенской конференции по безопасности, что Авдеевка и смерть Навального приоткрыла все-таки глаза пошире нашим союзникам, или нет? Я думаю, что бесспорно. И появление Юлии Навальной, и выступление ее перед лидерами широко освещалось в западной прессе, потому что это часть очень драматичной ситуации. Я, понимаете, мне очень интересно, какую роль сейчас Юлия Навальная будет играть, потому что она сказала и начала с того, что я вот думала о том, что бы сделал Алексей. И Алексей, конечно, бы выступил и поговорил с общественностью, выступил бы перед лидерами и продолжал быть тем, ну, естественным, талантливым, рожденным политиком, которым он был и которым он, в принципе, не смог себя реализовать в этой стези, потому что решил заниматься этим в России. Большая ошибка номер один. Но его жена, его вдова, прошу за выражение, может сыграть очень важную роль в том, чтобы есть люди, которые скажут, много людей, но она не сказала ничего про Украину, она не сказала ничего про Сирию, она не сказала ничего, кроме как про Россию. Ну, хорошо, пусть говорит про Россию. Этот голос тоже очень нужен. В этом хоре голосовка, для которой должны услышать западные союзники, пока, по крайней мере, мы не знаем, что будет делать, если, скажем, Юлию Навальную изберут президентом России, как Тихановскую. А вы думаете, кстати, да, Юрий, извините, сразу уточню, потому что уже и опросы, да, продолжит ли Навальная дело своего мужа, и в какой ипостаси вы как тут полагаете? Ну, я считаю, что россияне вообще верят в царя и в аристократию, поэтому с их точки зрения, наверное, это вписывается. А с точки зрения Запада, жены убиенных мужей очень часто являются носителями их наследия. Таким образом, жена Мартина Лютера Кинга была очень известной личностью. Я уже не говорю о том, что пока Нелсон Манделла сидел в тюрьме, его жена там была очень активной. Не говорю, что в хорошем смысле, но, тем не менее, была активной. Почему бы нет? Почему одному человеку, который интересуется активной политической, общественной сферы жизни, не имеет супругу, которая тоже имеет подобные интересы? И это было бы очень натурально, преемственно, аутентично с точки зрения, мне кажется, всех. Поэтому у нее сейчас невероятная возможность взять вот этот венок мученика Алексея Навального и как часть его наследия не дать людям забыть и продолжать иметь хоть какого-то человека, которого американец может противопоставить Путину. Потому что нам не нужно, чтобы этот человек жил в России. Боже упаси, это опасно. Но нам нужно иметь, как для сферы, для сравнения, что если не Путин, то кто? Кот Твикс? Нет, кота Твикс уже поздно. Значит, нужно, чтобы был хоть какой-то вот человек. И если это будет Юлия Навальная, замечательно. Значит, у Запада будет возможность, когда нужно, чтобы кто-то от российской общественности сказал что-то, то есть Юлия Навальная, есть пара людей, к которым вот можно обратиться, а заодно еще неплохо бы попытаться вызволить Карамурзу и Яшина и вообще политических заключенных, которым после смерти Навального грозит очень большая смертельная опасность. Потому что если сейчас не будет большой реакции Запада срочно на смерть Навального, то это очень опасно для всех, кто остался пока что в живых там. Поэтому есть просто важная проблема, которая мне всегда раздражала, в принципе, в подходе Алексея Навального, это его гордое одиночество. А я верю в то, что люди должны работать вместе. И для меня, когда мы работаем вместе, даже если человека не стало, то дело-то, если оно хорошее, то оно продолжается. А когда это все вот о человеке, о личности, о культе личности, то тогда, знаете, вот распяли одного и проблемы нет. Нет человека, нет проблемы. Это неправильный подход. И мне, я очень хотел бы надеяться, что российская оппозиция, кто бы там ни был, все те, кто против, по любой причине, нашли понимание, что им нужно работать вместе против Путина. Да, им нужно помогать Украине. Да, они могут быть слишком большими там политикам, мыслителями, чтобы помогать другой державе в этот момент. Но им хотя бы нужно работать вместе, чтобы сместить Путина, чтобы у людей было ощущение, что если не Путин, то вот какие-то люди. Это, мне кажется, сейчас для России, для понимания очень важно, когда от всей надежды в России остался один надеждин, которого к выборам не допустили. Он, кстати, говорит, и третий из будет подавать, два уже отклонили, и говорит, что спасет он Россию, значит, Навального нет, но он говорит, не теряйте надежду. Люди, которые идут и делают ситуативные мемориалы памяти, которые сразу разбирает российская кремлевская власть, ее представители такие неопознанные, но им не мешают, конечно, полиция, пакуют уже около 300 человек тех, ну, конечно, небольшого количества, но тем не менее, которые выходят на акции памяти по всей стране, по Навальному их сразу в автозаке, причем люди мирно идут, девочки, бабушка их просто вот так одним пакетом за ноги, за руки держат, держат и без стыда, и без совести. А мы сейчас можем показать, как это выглядит. Вот это, ну, собственно, вот так, да, эти, наверное, люди угрозу очень кремлю подорвать могут, вот эта бабуленька и, значит, девочка с ней идущая могут взорвать Кремль. Но тут, да, картинки новые, конечно, мы не видим. Знаете, я вспоминаю о том, что сказал Игорь Яковенко, мне показалось очень важным откровением, что эмпатия – это угроза, потому что это является симптомом субъектности, что человек является личностью, если он в состоянии проявить эмпатию. И это, кстати, очень интересный вопрос, потому что, конечно, у людей, у наших зрителей есть эмпатия к воинам украинским и к Украине вообще, и ко всему тому, что происходит, но очень часто они не в состоянии найти эмпатию для того, что происходит в России, потому что Россия – это сторона-агрессор и страна, которая сейчас варварски пытается захватить Украину. Но в этой стране, в этом концлагере, при этом, в котором есть дверь с надписью «Выход», но которую большинство людей продолжают не использовать и продолжают находиться, им тоже паршиво, им жутко паршиво, и им будет так еще очень-очень долго, пока они либо не покинут либо этот мир, либо эту страну. Я не говорю, что они прекрасные люди, я говорю, что их жалко, потому что они показывают эмпатию, сострадание, их за это бьют, и еще раз показательно наказывают и говорят, эмпатия – это плохо, сострадание – это плохо. Это ужасный пример для общества. Я понимаю, что все несогласные уехали, большинство или спрятались, но это просто так плохо говорит о будущем России, когда вот это сегодня «Russia Today» – это вот то, что вы показали. Это невероятно ужасный знак для того, куда эта страна сейчас стремится, и как быстро она идет в гонку, пытаясь догнать Северную Корею. Да, мне кажется, уже и перегнала, в принципе. Еще об одной надежде мы уже упоминали, ядерка России в космосе. Эксперты называют это оружием последней надежды, как я упоминала к нашей подводке. Мол, это космическое ядерное оружие может иметь потенциал для уничтожения мегасозвездий малых спутников, такие как Starlink компании SpaceX. А Маск всегда же так боится ядерной угрозы, просто трясется по ночам, не спит. Также наверняка это будет почему оружием последней надежды для России, потому что несет ущерб и любым российским спутникам, также находящимся в этой районе. Всю неделю, вторую ее часть, по крайней мере, колышет. И наши информационные медиа, и подозреваю, что ваши тем более информации об этой возможной угрозе национальной безопасности, как это было подано еще до того, как медиа начали писать, что же может вкладываться в эти слова, говорили о том, что спускались конгрессмены и политики в секретные бункеры для того, чтобы обсуждать это. Юрий, расскажите, пожалуйста, что там происходит, насколько высоки риски, что говорят, что это за оружие Российской Федерации, и готова ли она его использовать. Знаете, давайте начнем с того, что Илон Маск, это действительно очень хорошо объясняет его полезное идиотство, потому что если ему заявили, что, слушай, если война пойдет дальше, то нам придется использовать наше новое секретное оружие, которое, ну, кстати, уничтожит всю твою старлинковскую систему, а Россия просто вернется в великое прошлое, make Russia great again, без электричества, без интернета, как бы ура. Так что там затянут веревки, то есть пояса, и все будет нормально. А Илон Маску может быть туго. Но, с другой стороны, поэтому, конечно, Илон Маск может так, боже, срочно нужно останавливать войну, потому что это может мне очень дорого стоить. Но не будем забывать, что в космосе есть также еще и китайские спутники. А я не уверен, что Владимир Путин хочет что-то по этому поводу мешать своему, так сказать, мощному старшему брату, большому брату. И что по этому поводу думает большой брат, если вдруг они потеряют доступ к своим шпионским и вообще своим спутникам. То, что произошло в Соединенных Штатах, действительно взбудоражило людей. И это была главная новость, примерно 12-24 часа. И даже президенту Байдену, в конце концов, по этому поводу пришлось сделать заявление. Потому что вначале вдруг появилось такое непонятное сообщение от председателя Комитета по разведке Майка Торнера, республиканца из Ухайо, который сказал, что есть на угрозе, и попризвал президента рассекретить все. И что же? И тут же журналисты выяснили, что это за оружие, о чем мы говорим. И интересно, что вот это на самом деле утечка информации. Другой республиканский конгрессмен из того же комитета попросил, чтобы было расследование. Потому что с политиками, вы знаете, они очень такие необязательно образованные люди. Их избрали. А с ними приходится работать всем чиновникам, профессионалам, которые знают действительно реальную угрозу, с чем мы имеем дело. А вот тут приходят всякие политики и говорят, о, мне нужно переизбраться. Но они как бы обычно такой, знаете, надежды на то, что они, по крайней мере, имеют в виду хорошее. Они хотят помочь политике, но они могут очень навредить. И вот в данной ситуации у людей из национальной обороны, видимо, челюсть упала на пол, когда они увидели, что такую важную, с их точки зрения, информацию рассекретили. Байден заявил, что ситуация такова, что у России есть возможность вывести какое-то оружие на орбиту. Но при этом, кажется, нет этого ни оружия, ни запуска этого не было. Мы за всем этим наблюдаем. И тут есть два варианта, почему конгрессмен завопил о том, что нужно срочно сейчас ввести дело с этой российской угрозой. Потому что, во-первых, есть вариант того, что он хочет, чтобы Конгресс проголосовал за помощь Украине. То, что мы обсуждаем, обсуждали и будем обсуждать, пока это не решится. Потому что и есть поддержка, вот эта часть двухпартийной поддержки, когда люди уже пытаются понять, что же сделать, как доказать людям, что Россия – это гигантская угроза нашей национальной безопасности вчера, сегодня и завтра. Но есть еще возможность, что там был другой законопроект, который тоже должен поддержать возможности государства следить за коммуникациями. И тоже была проблема, что это не мог пройти. И там тоже, значит, он пытался, возможно, на этот закон воздействовать. То есть это такой способ продвижения своей повестки через утечку информации о государственной безопасности. И мы видим, как это серьезно воспринимается. И я надеюсь, для тех, кто задается вопросом, почему к Трампу так прицепили за то, что у него оказались все эти засекреченные документы, которые сидели у него там в туалете в ящиках, в батруме, то это вот так в Соединенных Штатах относится к секретной информации. Насколько это является угрозой, пока что президент Байден пытается это, я бы сказал, спустить на тормозах. Да-да, говорит спокойно, спокойно, ничего страшного. Да и Джонсон, в принципе, Майк тоже говорит. Ну, Джонсон, мы знаем, он такой человек, и можно доверять, когда он что-то говорит. Но то, что президент это сказал, дает надежду. Хорошо. Ну, пока будем, значит, спокойными и наблюдать, насколько я понимаю. Мы уже вспоминали о конфискации российских активов. США впервые в истории передали другой стране конфискованные российские активы, которые будут направлены на поддержку Украины. Министерство юстиции США сообщает. Сегодня на Мюнхенской конференции по безопасности, не единожды нами упомянутой, заместитель генпрокурора Шализа Монако и генеральный секретарь Эстонии Теннисар объявили о переводе 500 тысяч долларов из конфискованных российских активов. Лед тронулся? Лед тронулся? Леду нужно тронуться, дамы и господа, присяжные. Потому что, ну, во-первых, суды у Трампа, да, не будем забывать про его присяжных, но нам нужно что-то делать. Чем больше затычка Майк Джонсон не дает пройти тем законопроектам, за которые хотят проголосовать подавляющее большинство палаты представителей, тем быстрее и активнее мы будем искать все другие способы разморозить российские активы, забрать у России любые средства, которые можно забрать. Конечно, есть люди, которые будут протестовать, говорят, что нужно доказать, что эти средства были использованы в преступных целях. Но я думаю, тут, честно говоря, и смерть Навального может ответить на, может быть, тем ключиком, золотым ключиком, который поможет открыть все эти двери сомневающихся, потому что Путин опять доказал, что с ним невозможно вести дело, что он будет злом для всех тех, кто пытается ему противостоять. Все всегда, это не заканчивается. Поэтому я думаю, что сейчас будет продвижение этих денег, несмотря на все вопросы, которые есть, были и будут. Но реальность такова, что это политическая реальность. Мы не можем, мы должны поддержать Украину. Нам не дают за это заплатить. И что нам остается? Нам остается, значит, смотреть в других местах, где мы можем получить, взять деньги для помощи Украине. Нельзя сказать, что мы надеемся на хорошие отношения с Россией, или что нас это глубоко волнует. Это такой маленький момент, который, наверное, нужно отметить. Что никто уже не нервничает по поводу того, чтобы забрать эти деньги, потому что это испортит отношения с Россией. Тут, мы, кажется, уже прошли все линии, и мы, в общем, стремительно идем к пути, когда интересно, сколько у нас еще вообще будут послы находиться в разных странах, ну, как-то с Россией будут общаться. И это приводит нас к вопросу о выборах в России, легитимности Путина. И в какой момент западные государства перестанут делать вид, что в России действительно есть каким-то образом избранное лицо во главе этой страны. Потому что, да, возможно, он слишком опасный, чтобы просто сказать, его нет, он не президент, мы не признаем его, но он сейчас, я не знаю, где-то вот, потому что Саудовская Аравия, там их коронный принц стал выползать после нескольких лет, а Путин сейчас как раз идет туда вниз, к Ким Чен Ину, и забрать деньги у Путина, это святое дело, это самое правильное, что мы можем сделать сейчас, как американцы. И противостояние Трампу, заявления Трампу невероятно важны. И для того, чтобы убедить американское общество, насколько он опасен, и на то, какая большая работа предстоит всегда перед президентом Байденом, когда его конкурент и оппонент пытаются заниматься саботажем и повлиять, и повредить сейчас попыткам коалиции противостоять России. Так что эта ситуация будет, как сказать, ситуация накаляется, и ситуация будет накаляться, потому что Путин не в состоянии признать, что он провалился, что ему нужно закончить войну, что ему нужно уйти из Украины, и что это зависит от него, не от какого-то решения Запада, и что они должны бросить Украину. А Путин должен взять себя в руки и понять, что он является причиной, началом и концом этой войны, и что если ему это надоело, что если он чувствует угрозу, то надо прекращать. Но, к сожалению, видимо, убийство Навального доказывает, что Путин не настолько еще чувствует ту угрозу. Значит, сейчас это зависит от Сената и президента, чтобы повысить, продолжать как минимум повышать издержки. Мне любопытно, какие санкции еще не использованы, кроме как назвать Россию государственным террористом. Но я уверен, что президент сейчас найдет новые способы наказывать Россию за то безрассудное, безответственное поведение, потому что должна быть ответственность, должны быть наказания, и это ждет и Россию, и Путина. Российские оппозиционные политики, которые еще остались в живых, потому что они за границей просто находятся. Тоже отмечаю, что странно, что статус страны-террориста до сих пор под большим вопросом и никак не соприкосновляется с Россией, с Путиным. И вот, Юрий, когда мы говорим, что зло не заканчивается, что зло не ходит на каникулы, и вот так чувствуя, что ничего не будет, что кого не убей, военного преступника-террориста Пригожина или оппозиционного политика Навального равнозначно никакой ответственности не будет, то он же думает дальше. Он дальше открывает список, где еще не вычеркнуты все имена, и, чувствуя вот эту кровь на вкус, идет по нему. Именно поэтому сейчас Лидия обороны против Путина – это Украина. Поэтому сейчас нужно помогать Украине, потому что спасти людей, которых нужно спасать в России, либо политзаключенных, либо просто, знаете, приличных людей в Содоме и Гаморе, перед тем, как эта местность будет уничтожена, это большая задача. Проще просто конгрессменам взять себя в руки, проголосовать за помощь Украине и Израилю, и Тайваню, и начать решать эту проблему, потому что Путин будет идти по списку, если он решил, что самая главная для него так называемая угроза, Навальный, это не угроза, и от него можно избавиться, что это мы даже не знаем, как Алексей реально погиб, и я не скажу, что это имеет решающее значение, но в каком-то смысле, когда будут приниматься санкции, если он погиб насильственным образом, если это был действительно не просто режим его убил, а там есть причины подозревать, что это была насильственная смерть, это повысит градус наказания и последствий. Мы видим так же, как Дональд Трамп, когда он появляется в суде и ведет себя, как он себя ведет, он получает за это наказание, потому что его поведение привело к этому. И вот сейчас поведение Путина приводит и приведет его и страну его к разрушению, разрухе, и печально, потому что люди не оттолкнутся от лидера, они не скажут, знаете, Владимир Путин, Вова, шо ж ты нас завел в это болото, Иван Сусанин. Нет, они скажут, что, значит, мы будем противостоять, но мы великие, и все, и будет вот такая Северная Корея, и нам просто придется отдалиться от этого и ждать, когда Путин помрет, и там решать уже, есть ли посылать туда ножки Байдена или нет. Но сейчас ситуация с Россией, проект России закрывается. И тот факт, что убили Навального, это был возможный вариант человека, который в нашем американском понимании имел возможность заменить Путина и начать двигать Россию в каком-то направлении, когда какие-то законы выполняются, когда страна не нападает на соседей, когда страна пытается решить внутренние проблемы, вместо того, чтобы сказать, вы знаете, внутренние проблемы, это слишком сложно, давайте нападать на соседей. Это проще. Там и дороги можно, в общем, разбомбить, вместо того, чтобы строить. Совсем другой подход. И смерть Навального, это такой большой крест на надеждах американцев на то, что в России можно будет поставить туда кого-то, с кем-то договориться, там будет кто-то. Да, есть еще люди здесь, есть Каспаров, есть люди, которые сидят там в тюрьме. Но у Навального был особый статус, у него был Оскар. И поэтому, честно говоря, у меня сейчас самые большие надежды на Юлию Навальную. Потому что мне кажется, что у нее есть невероятная возможность. Она может делать все, что она хочет. У нее есть полное право никогда не выходить на сцену, никогда больше в жизни. Но она может быть очень важной частью наследия Алексея Навального, чтобы его помнили, чтобы его именем были какие-то усилия, чтобы остановить Россию от нападения на Украину и продвижения помощи Украине. И надежда у нас всегда на вооруженные силы Украины. И всегда на наших партнеров. Потому что военный чек всегда дешевле чека человеческого. Юрий, спасибо вам огромное за этот разговор. Прекрасный. Столько тем мы с вами обсудили. Как всегда, приятно послушать ваш качественный анализ. До встречи через неделю. Спасибо вам, Ирина. До встречи. Юрий Рашкин, политический и общественный деятель из Соединенных Штатов Америки, а также депутат окружного собрания Округа Рог в штате Висконсин, был со мной Ириной Узловой. Друзья, еженедельно приходите. Спасибо большое, что вы это делаете. Поставьте лайк, пожалуйста, нашему разговору. И подписывайтесь на YouTube «Рашкин Репорт», а также на YouTube 24-го. Это помогает нашим беседам продвигаться просторами этой сети. Берегите себя. Верьте вооруженные силы Украины. Победим. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok